Я приветствую всех на своем канале вместе со своим седом и пчелками. Видим, да, пчелок? Все такие занятые. Заняты, наверное, медовый. Целыми днями трудятся. Каких только нет насекомых на нем. Там бабочки какие-то. Что хотела я вам сегодня рассказать. Вообще, получила утром вопрос про сестер Шарлотты Герсон. И подумалось мне, ну, во-первых, Шарлотта была младшая сестра этих сестер. И ей уже сегодня, ну, сегодняшний год, 2018, 96 лет. Поскольку она была младше, я сомневаюсь даже, если они с нами еще, эти сестры. Ну и кроме того, ну, эти сестры вообще ничего не сделали для того, чтобы мы с вами услышали вот эти все знания получили для того, чтобы исцелиться. А вот Шарлотта сделала. Мне подумалось, а почему бы вам немножко рассказать о ней. И вот я показываю свой седум и дарю ей за то, что она сделала возможным наше исцеление. Мое и ваше. Нашла вот старое видео здесь на ее день рождения. Ну и поскольку оно идет с фотографиями, почему бы нам на них не посмотреть. Вот она с отцом. И я хотела бы немножко здесь остановить, чтобы вам рассказать, почему Шарлотта обожала своего отца. И до сих пор, наверное, к нему также относятся. Большей частью, ну, конечно, мы не знаем всех причин. Вот. Но вообще случилось так. Они жили в Германии, и Германия стала фашистской. И им пришлось бежать из страны, чтобы не погибнуть в концентрационном лагере. И когда они выехали, они проезжали через Австрию сначала. И в Вене Шарлотта заразилась туберкулезом, туберкулезом костей. В то время это считалось смертным приговором. Как вот в наши дни многие люди считают рак смертным приговором. Хотя мы знаем, что это не так. Если особенно с самого изначала пойти по правильному пути. И, конечно же, ее излечил ее отец. И это была, наверное, единственная болезнь Шарлотты за всю ее долгую жизнь. Поскольку, как она говорила в одной из своих лекций, она еще в средние свои года, лета, уже перестала пользоваться американской медицинской страховкой. Поскольку не видела в этом нужды. Никогда, собственно, ей не приходилось прибегать к помощи врачей аллопатических. Вот посмотрите на этой фотографии, как она смотрит на своего отца. Как она к нему льнет. Да, вообще есть свидетельство того, что она еще, будучи маленькой девочкой, подростком, уже стала помогать отцу в клинике, которую он открыл в Нью-Йорке, когда они туда приехали. И, в общем, поэтому еще она знает все глубины терапии. Еще и поэтому. Но когда ее отец умер в 1959 году, она дала клятву. Клятву того, что дело отца не будет похоронено. И хотя у нее не было больших денег, чтобы это двинуть и многого другого, то есть она сразу это не могла сделать. И мы посмотрим с вами чуть дальше. Ей пришлось прибегнуть. Вот это, скорее всего, ее дедушка. Это она с сыном Хаббардом. У нее двое детей. И вот эта фотография очень примечательна. Мы на нее еще тоже взглянем с вами. На этой фотографии ей 56 лет. И она держит книгу, которую она тогда впервые издала. Это лечение рака, терапия по лечению рака. Это та, из которой я немножко переводила вам вчера. И у меня это шестое издание. А мы сейчас смотрим на первое ее издание. Видите, как она радуется этому. Значит, ну, несколько еще фотографий. И я открою для вас более свежее то, что было сделано вот в этом году. И информацию мы о ней почитаем. Она, конечно, вела очень активную жизнь. И ездила она по многим странам. В Германии она лекции читала. В Англии. Мы знаем об этом, да. То есть там, где ее слушали люди и получали от нее знания, конечно, туда ездила. Вот здесь у нас с разными людьми. Я сейчас остановлю на одной фотографии, которая, по-моему, это тоже Беата Бишоп. Но я не уверена. Они не подписаны. Поэтому вот здесь-то точно я знаю. Вот справа это Беата Бишоп. Это соавтор Шарлотты Герсон в написании книги. Доктор из Англии, которая в более молодые годы имела меланому и излечилась на терапии Герсона. Она очень близкий друг Шарлотты. Она много делает для того, чтобы исцелялась как можно больше других онкологических больных и неонкологических больных. С ее помощью была открыта клиника в Венгрии. Это более старые фотографии. Конечно, это, по-моему, в клинике в Тихуане. Очень похоже на столовую. Ну и последняя информация. Значит, в 2018 году Шарлотте исполнилось 96 лет. Родилась она 27 марта 1922 года. И, значит, вот что случилось. Во-первых, вот здесь написано. Шарлотта вышла на пенсию в 2014 году для того, чтобы сфокусироваться на отдыхе и исцелении. Что случилось? Ну, во-первых, вы, наверное, уже можете как-то догадаться здесь, что она сидит в кресле, в инвалидном. Значит, что случилось? Она, хотя у нее не было никогда остеопороза, у нее не было тонких костей истонченных, ничего этого. Это просто был несчастный случай. То есть в ее доме в Сан-Диего, где она жила долгие-долгие годы, где-то там в районе компьютера было много проводов, и она запуталась, с них ногой упала и повредила, значит, бедровую кость где-то там. То есть, ну, была, в общем, достаточно плохая очень травма. Это случилось, по-моему, как раз в том же самом 2014 году. И у нее была операция, вот здесь написано. Была у нее операция. И после этого, собственно, она уже не могла жить сама по себе, и она переехала к дочери в Италию. Вот где-то фотографии, вот слева это ее дочь и внучка, а справа это дочь и Беата Бишоп, которая ее навещает, приезжает из Англии. Частенько здесь написано. Ну и, конечно, они и заботятся. И, в общем, она сейчас старается исцелиться, применяя терапию Герсона, естественно. И, конечно, мы хотим ей пожелать большого-большого здоровья и скорейшего выздоровления. Но вот я хотела бы, чтобы мы здесь немножко остановились. На этой фотографии, как я уже сказала, это 1978 год. То есть она нашла человека по имени Норман Фридс. И он был тогда председателем общества онкологического в Америке. И, в общем, вероятно, у него были деньги, потому что вряд ли у нее они были. В общем, они открыли этот институт. И, посмотрите, вот написано, так же, как и ее отец, она имела давление и преследование со стороны медицинского эстеблишмента американского. И, тем не менее, посвятила свою жизнь для того, чтобы распространить весть от своего отца, весть надежды и того, что можно излечиться от правильного питания. И вот я хотела бы, чтобы вы это поняли, потому что в Америке очень многие люди, которые старались помогать пациентам, движимые добрыми чувствами, естественно, альтернативными способами, они, в общем, их размазали по стенке, можно сказать. А Макса Гюрсона, видим, что его убили. И, конечно, она была большая, я бы сказала даже, это ей было очень трудно сделать, еще при этом открывать клинику. Ну вот, вот есть слова Беаты Бишоп о ней. И вот, ну вот, послушайте с них. Я признательна Шарлотте, потому что она продемонстрировала, как один человек, тем более женщина, без больших денег, политической власти или друзей на высоких постах, смогла, вот это все в больших буквах, Кен написано, да, то есть смогла достигнуть невозможного, преодолевая страшнейшие препятствия, то есть такие тяжелые препятствия. Ей же ставили рогатки, понимаете, на каждом ее пути. И она была только движима своей решительностью и, значит, глубоким убеждением в правильности своего курса. И вот, если бы мы представили ее, да, вот в конце 70-х годов, когда действительно, да и сейчас-то, знаете, небезопасно всем тем, кто несет альтернативную весть, вон, сколько уже убито натуропатов в Америке, там уже счет к сотне подходит. И это вообще очень серьезный вопрос, конечно. И то, что она сделала, это, конечно, неоценимо. Вот здесь вот люди так признательные ей, видите, вот Сан-Диего, тут архитектор сад такой сделал, фруктовый, вот заборчик, то есть он там сделал, там еще что-то, посаженный в признательность Шарлотте. И, конечно, без нее, в общем-то, вот мы не имели бы эту надежду на исцеление и уверенность в ней. Поэтому я хотела бы, чтобы вы полюбили эту женщину и пожелали бы ей скорейшего выздоровления. Вот. Ну, а сестры ее, ну, что сестры, они не делали никакие эти вклады, они не работали ни с отцом, они, потом у них были свои жизни, они жили свои жизни, не работали для людей, а Шарлотта работала. Поэтому, конечно, вся признательность ей. И вот это я хотела вам сегодня рассказать. Поэтому, видите, она улыбается. Но самое главное, чтобы зажило ее такой, с самого конца, чтобы она встала на ноги, могла ходить. Хотя, конечно, вряд ли она будет читать лекции. Все те лекции, которые еще есть, где-то в обращении там на YouTube или еще где, они наверняка до 2014 года. Вот. Ну, то-то в моменты, как она вышла на пенсию. люди должны также отдыхать, правильно, все-таки, 96 я сейчас. Ну, какая работа может быть? Согласитесь. Вот. Ну, неоценимо, конечно, то, что она сделала. Это только поймет тот, кто знает реалии американские. С вами была Ольга. Всего вам доброго. Ну, вот немножечко еще вам о том, кто, в общем-то, самый главный, кто принес нам эту весть. Не дал ей погибнуть. Вот. Эти коробки могли бы на свалке с записями отца ее оказаться. Понимаете? Если бы она была другим человеком, если бы она не любила так своего отца, не была настолько посвящена ему. И у нее самой было это исцеление в раннем детстве от туберкулеза, да, на терапии. То есть, она была, видела, что это такое, и она живет этой, до сих пор живет этой жизнью. То есть, питание у нее, конечно, стопроцентное. Наверняка, кофейные клизмы вот сейчас, в настоящее время. она их делает, потому что ей нужно встать на ноги, так ведь она этого хочет. Ну, всего доброго, народ. До свидания. До свидания.